привет девчоночки сегодня я хотела показать как раз платье в котором я отправилась на свадьбу к моему племяннику и что удивительно они попросили молодожены попросили чтобы назвать был черно-белый дресс-код конечно большинство родственников было в шоке не потому что выбор цветов довольно оригинальный а потому что в принципе они не ожидали что какой-то дресс-код будет и люди старшего поколения и бабушки с дедушками они конечно не готовы были к тому чтобы идти покупать костюмы покупать еще что-то в такой черно-белой гамме поэтому дресс-код в итоге отменили но было несколько человек включая меня у которых по чистой случайности оказались вещи вписывающиеся в дресс-код и а мы с удовольствием их надели поэтому я сейчас вам покажу мое платье в котором я была и вообще образца в целом каким я его создала свадьба проходила в туле образ всем запомнился и у меня возник знаете какой вопрос сейчас я вам сначала покажу все что было и даже кусочек свадьбы а потом хочу с вами поговорить на тему подбора платьев на такие значимые случаи когда племянник сказал что нужен черно-белый дресс-код я конечно сразу вспомнила об этом моем платье которое больше никуда пожалуй не годится кроме как на торжественные мероприятия она потому что длинная довольно заметно и расслабленно гулять в нем по парку я бы не смогла все-таки она скорее имеет торжественную в себе нотку и затем я стала думать чем же мне его дополнить какими аксессуарами и вот что мне пришло в голову сначала конечно погода была такой что поехал в тулу нужно было рассчитывать что когда-то будет солнце когда-то будет дождь когда-то будет ветер свадьбы будет гуляться до ночи поэтому первое чем я подумала это мой прекрасный жакет и он замечательно дополняет это платье что-то в этом есть так как это появляется восточная нота тут цветы там бахрома в общем не это сочетание понравилось но показалось недостаточным и представьте себе ночью мне приснилось кое-что интересное ну в общем не знаю как у вас проходят ночи но я иногда просыпаюсь если ночью то меня как менделеева посещают великолепные мысли идеи и я вы знаете люблю сочетать разные принты и поняла что как раз тот случай когда видите вот этот мягкий оттенок не чистого белого такого кремового совпадает с таким же мягким кремовым в принте платье когда я поняла что у меня в комплекте сходятся мягкий кремовый и черный цвет я вспомнила о моей шляпке и пазл короче сложился и сейчас я вам покажу что получилось это будет это в в в в Как вы, надеюсь, поняли, платье довольно заметное. Ну, образ в целом, он довольно яркий, в чем-то где-то эксцентричный, он запоминающийся. И, что важно, в таком образе ты не можешь появиться дважды среди одних и тех же людей. То есть я сейчас буду на всех семейных фотографиях дефилировать в этом образе. И дальше, если я надену его второй раз, это будет какое-то повторение. Если третий раз, это вообще будет смотреться так, как будто мне, в принципе, больше нечего надеть. Ну, конечно, понятно, да, что еще пару раз в разные общества я смогу надеть это платье. Ну и все. На этом жизнь этого платья закончится. И хорошо в данном случае, что стоимость его была очень небольшая. Я вообще люблю вещи с небольшой стоимостью, которые на свою цену не выглядят, а выглядят значительно дороже. Ну, какие есть выходы из этого, да, они общеизвестны. Я думаю, что большинство из вас используют эти способы, да, купить какое-то плюс-минус нейтральное, но красивое платье и преображать его с помощью аксессуаров, с помощью каких-нибудь дополнительных жакетов, сумочек и так далее. Немножечко обыгрывать его. Это один вариант. Другой вариант взять вещи где-нибудь на прокат. И у меня были клиентки, с которыми мы искали подобные хорошие прокаты. Я убедилась, что за вещами там ухаживают, что это имеет смысл. Если у вас нет какого-то психологического барьера к тому, чтобы брать вещи, которые кто-то уже носил до вас, то в целом этот способ очень хороший. Тем более, что я вам гарантирую, что в таких местах вещи обрабатываются после каждого использования. За ними ухаживают, их приводят в должный вид. И следов былой носки на них нет. Если же они истрепались, их, конечно, убирают из ассортимента. То есть эти места, они за своей подобной репутацией следят. Но они же на этом зарабатывают, да. Поэтому нет ничего страшного, я не вижу никакой проблемы, чтобы иногда брать там вещи. Особенно, если мероприятия очень важны. Вот мне интересно, как лично вы выходите из подобных ситуаций. Что лично вы делаете, да. Сколько вообще вы готовы вкладывать в торжественную капсулу, да, в своем гардеробе. Сколько денег, сколько сил вы готовы в это вкладывать. Если у вас какие-то особые приемчики. И давайте поговорим на эту тему. Кажется ли вам возможным два раза выходить в одном и том же, к тем же самым людям? Или три раза? Были ли у вас такие ситуации? Как вы к этому относитесь? Хочется ли вам постоянно что-то менять? Или вам все равно? Потому что главное, что вы человек хороший, правильно? Расскажите об этом. Мне интересно, поделитесь этим. Потому что в моем опыте таких ситуаций немного. Мне было бы очень любопытно, как это происходит у вас. Давайте на пару минут перенесемся в Тулу и немножко погуляем. Вот такие деревья куполообразные растут вдоль центральных аллей. Такое ощущение, что их выращивают на каком-то шаре. Получаются беседки. И вообще Тула красивый, очень уютный, камерный город. Довольно мощное впечатление, конечно, произвел тульский Кремль. Хотелось стоять, любоваться, впитывать эту атмосферу величия, какого-то особого спокойствия. У людей, на самом деле, было немного. И это позволяет глубоко, легко погрузиться в архитектуру и напитаться впечатлениями. За пределами Кремля есть благоустроенная набережная. Все отдыхают, рыбачат. А еще там можно попробовать местную достопримечательность под названием Трдельник. Википедия подсказывает, что это традиционная среднеевропейская выпечка из дрожжевого теста. Ну, а похоже на обычную трубочку из слоеного теста. Я люблю вообще изучать и рассматривать современные приемы, работы с городской средой, как вписываются исторические формы в обычные пешеходные маршруты. У нас был всего час до свадьбы, иначе бы мы бесконечно гуляли по центру, наслаждались бы видами красивых отреставрированных зданий на местном Арпате. В общем, Тулу очень рекомендую. Надеюсь, сама тогда когда-нибудь вернутся. И вот на днях мой друг пригласил меня на свой день рождения в большой красивый ресторан, где было множество гостей. И мне как стилисту было интересно понаблюдать, что же люди оденут на эту грандиозную вечеринку. Дресс-код он обозначил как празднично-деловой. И понаблюдав, я сделала много разных выводов, но один ключевой, чего не стоит надевать в ближайшее время на подобные вечерние мероприятия. Итак, было несколько женщин, которые надели зебровый принт. Так или иначе, была девушка в зебровой юбке, но также была девушка в платье зебрином, была девушка с топом зебрином, была девушка с сумкой с принтом зебр. Короче, зебр было довольно много. Возможно, кто-то даже был в зебриной обуви, тут уж я не успела заметить, но я не исключаю, потому что многие женщины рассматривают такие акцентные принты, как что-то экстравагантное, эксцентричное, что-то в чем имеет смысл ходить, но исключительно на вечеринке. И там как раз все вот эти вот специфические принты собираются. И правильным решением, мне кажется, будет не исключать такой принт из жизни. Он классный, модный, действительно актуальный. Но просто перенести его из вечерних образов в повседневные. И я лично не вижу ничего в этом принте такого особенного, почему бы его нельзя было носить в будни каждый день. Я ровно так и делаю. Но, конечно, моя профессия более свободного характера. Каждый сам решает, может ли он надеть это на ежедневной основе в офис. Но для меня лично здесь больше зависит не от ситуации, а от характера. Потому что рамки современного дресс-кода, они довольно подвижные. И мы многое можем себе позволить. Мы можем обрести больше стилистической свободы. Главное иметь смелость ее, так сказать, взять. Ну и, конечно, если вам по душе, в принципе, такая немного более демонстративная позиция в одежде. Потому что, естественно, такой принт привлекает внимание. Ну и также на этой вечеринке было еще кое-что, что обращало на себя внимание. Многие женщины надели костюмы или какие-то такие красивые жакеты. И в качестве цвета выбрались синий. Было очень много людей в синих, сине-голубых, в разных оттенках, вот такого лазурного. В общем, синий цвет доминировал. Он, понятно, почему вышел в лидеры. Потому что многим кажется, что синий, он, с одной стороны, может быть ярким, праздничным, торжественным. В то же время, сам по себе, он такой холодный, сдержанный, деловой. И как будто бы мы балансируем здесь на грани, между такой эксцентрикой и равновесием, спокойствием. Но когда все гости, пришедшие на вечеринку, оказывается, в синим, это смотрится более странно, чем если бы все были в белом или в черном. Просто потому, что к черным с разными включениями, с принтами, с серебристыми вставками мы уже привыкли на любой Новый год. Все коллекции в магазинах, они фактически в черном цвете. И как-то уже это культурно прижилось, что мы можем такой образ составить. И даже если будет еще одна женщина в черном платье, но другой модели, нас это не смутит. Но яркий синий среди всех остальных нейтральных цветов оказывается очень-очень заметным. Вот. Так что, если в ближайшее время мы с клиентами будем покупать одежду для подобных случаев, от зебры и от костюмов ярких синих оттенков, я буду их отговаривать. Но здесь другой вопрос. Как вы чувствуете себя обычно, когда встречаете где-то в каком-то обществе женщину, одетую похожим на вас образом? Ну или фактически в том же самом, купленном в том же самом месте? Чувствуете ли вы смущение? Замыкаетесь ли вы в себе? Хотите ли вы уехать куда-то и срочно переодеться? Что происходит с вами, с вашей, в данном случае, вот, не знаю, коммуникацией, общительностью и так далее? Про себя скажу, что я человек в этом смысле уже довольно прокаченный. И когда, хоть и редко, но такие ситуации случаются, у меня появляется внутри азарство, какая-то такая внутренняя улыбка расцветает внутри меня. И я вспоминаю фразу из сказки Киплинга «Мы с тобой одной крови». Я начинаю эту женщину воспринимать как такую подругу по стилю. И наоборот, очень теплые чувства возникают в душе, и никакого смущения я не испытываю. Ну и давайте в конце, буквально на минутку, слетаем на красивую, практически европейскую свадьбу, для которой я, собственно, и наряжалась в черно-белое. Я вообще не в курсе последних трендов в организации свадеб, но танец жениха и невесты, поделенный на романтическую и драматическую части, мне очень понравился. Можно взять себе на заметку такой прием. А потом гости целый вечер играли с этими мячами. Было чем им заняться. Ну а я с вами прощаюсь до новых видео, до новых встреч, и буду рада любым вашим комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok